Привет-привет! Те, кто следит за нашим проектом, проект Manung, знают, что мы поставили моторы впереди. Это увеличило ходкость нашей конструкции. Но при прошлом испытании сильно задирали носки лыж. Сегодня испытание заключается в том, что мы верхнюю часть конструкции сместили вперед примерно на 15 см. Посмотрим, уменьшит ли это угол атаки лыж по отношению к горизонту. Еще одна небольшая подфункция наших испытаний заключается в том, что был небольшой бак в мачте направляющей для ракеты. Направляющая для ракеты постепенно при отсутствии сигнала на подъем сама поднималась. Очень медленно, так минут за 5-10 она принимала вертикальное положение. Это было связано с электроникой. Сейчас мы ее починили и будем проверять, исчез ли этот недочет. Ну что, начинаем. Используем ракеты. Используем ракета. По традиции сначала идем на малых оборотах. Включаем полный. Снега этой зимой очень много. Температура сейчас около нуля. Уже видно, что нос не задирается. Малежность хорошая. Можно мужику включить. Попробуем на горку на этой проехать. Оп! Перевернулись. Тут прям была яма-яма. Кто-то выкопал. Ха-ха! Этой зимой Выпало как никогда Очень много снега Чередование сильных холодов с оттепелями Создали идеальный климатический спектр Для испытаний шнекохода За этот сезон Манул претерпел ряд серьезных изменений Одно из них Осевые ледорубы Они напоминают грибные корабельные винты Но поставленные спереди Под лыжами Ледорубы разрыхляют Отвердевшие фракции снега Облегчая тем самым Продвижение машины Как раз сейчас это Хорошо видно Еще одна большая доработка Увеличение клиренса Благодаря этому Шнек чувствует себя уверенно Не только на плотном снегу Но и на свежем Глубоком пухляке Даже если шнекороторы Полностью уходят под снег Аппарат не останавливается И не теряет маневренности Одна из особенностей Используемого движителя Заключается в том Что он имеет свойство Выгребать из-под себя снег И чем он мягче Чем активнее Выгребается Что сейчас Демонстрируется в ролике Наличие фонарей Разных цветов По бортам платформы Не случайность Согласно морской традиции Красный цвет Соответствует левому борту А зеленый правому Так легче определить Направление движения агрегата На большом удалении Или в условиях плохой видимости Манул лег на борт Таким образом Мы определили критический угол Опрокидывания вездехода Он около 45 градусов Как раз сейчас Можем сравнить развороты шнека На твердом насте И на рыхлом снеге В данном случае Манул Не закопался Попытка взять крутую горку С трех раз Не удалась Из-за опасения Самозакапывания вездехода Машина поменяла курс Более пологий участок холма Покоряется без видимых усилий В данном случае Покоряется без видимых усилий Машина поменяла Как всегда Покоряется без видимых усилий Подпалася мамо Я не слышу Как власть А опять от меня сбежала Последняя электричество И я попала Покоряется без видимых усилий Ну, покатушки по целине, наше все Не знаешь, на что больше похож вездеход, на чертыхающуюся в снегу кота или на корабль, плывущий по фантастическому белому облаку. Есть в этом какая-то определенная эстетика. Наличие музыки на борту обусловлено тем, что в какой-то момент летнюю морскую версию космической платформы было решено оборудовать морским гудком и склянками. Для этого был использован плеер. Ну и чтобы его не городить, только ради трех гудков, было решено добавить и музыкальную функцию. Танцуют все. Музыка Плановый набор испытаний подошел к концу и было решено покорить огромную кучу снега, насыпанной снегоуборочной машиной по краю дороги у дома. Высота склона с нашей стороны был порядка метр с хвостиком. Немного забуксовали, но впоследствии выехали. Но что было дальше? Я зазевался. И вот с такой высоты, ну примерно метр пятьдесят, накоход совершил уверкиль и разбилась кабина. Покажем, подробнее. Посмотрим, что тут. Так, верхняя рубка уничтожена. Ну в принципе можно поездить все равно. Покажем. 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 Продолжение следует...